Аркадий Аверченко, Берегов и Кашицын К инженеру Берегову зашел знакомый, Иван Иванович. Посидел немного, покурил, а потом спросил. — Кашицын, приятель вам? — Приятель. — Погибает. — Чепуха! Отчего Кашицыну погибать? — От глупости. — А вы были у него? — Вчера. Целыми днями валяется в постели нечесанной, а в комнате кругом выгребная яма. — У Кашицына? — У него. — Да не может быть. У вас, наверное, вчера был тиф, и вам почудилось. — Глупости. Вчера был тиф. А сегодня куда он девался? — Да, это, конечно, резонно. Надо будет сходить к нему. — Сходите, сходите. Стук в дверь. — Кашицын, можно к вам? — Зачем? — Приветливо, нечего сказать. — Ну, входите уж, подавитесь моей благосклонностью. Берегов вошел в большую комнату, меблированную двумя столами, креслами и диваном. В углу стояла кровать с грязными подушками, а на кровати лежал в брюках и ночной сорочке сам хозяин Кашицын. На всем, включая и хозяина, был значительный налет пыли, грязи и запустения. Преддиванный стол, покрытый бывшей белой скатертью, украшался разбитым стаканом с высохшими остатками чаю, коробкой из-под сардинок, набитой окурками, отекшей свечой, приклеенной прямо к скатерти, и огрызком копченой колбасы, напоминающей отрубленный зад крысы. Этому сходству способствовал кусочек веревки на спинке огрызка, очень похожий издали на крысиный хвост. Всюду валялись объедки окаменелого хлеба, крошки и пепел. Пепел в ужасающем количестве, будто хозяин был одним из редких счастливцев, дешево отделавшихся при гибели Геркуланума. Воздух в комнате висел каким-то сплошным плотным покровом, насыщенным старым табачным дымом и всеми миазмами непроветриваемой комнаты. Берегов огляделся, сбросил со стула старую запыленную газету, грязный воротничок, и, усевшись против лежащего хозяина, долго и пристально глядел на его угрюмое, заросшее щетинистое лицо. Так они и с минуту молча глядели друг на друга. — Хорош, — укоризненно сказал Берегов. — Да-с, глядеть тошно. — А вы отвернитесь. Берегов прошелся по комнате и, энергично повернувшись к Кашицыну, спросил в упор. — Что с вами случилось? Кашицын ответил бесцветным, полинявшим голосом. — Настроение плохое. — И только. — А то что же? — Сегодня обедали? — А то как же. — Вот этаким крысиным огрыском? — Да что вы, мне каждый день приносят из ресторана. — Хм, ну ладно. А вы меня чаем угостите? — Чаем? Это бы можно. Да дело в том, что сахару нет. Ну, то есть не у меня нет, а в нашей проклятой мелочной лавочке. Я уж посылал, говорят, только завтра будет. — Ну, бог с ним. А вы знаете, какое сегодня число? — Восемнадцатое, что ли? — Двадцатьчетвертое, пустынник в анафемский. Двадцатьчетвертое декабря. Завтра Рождество, понимаете? — Да и неужели? — пробормотал хозяин, но смысл слов не ввязался с тоном ленивым и безразличным. — Ну, довольно мямлить. Первым долгом, как зовут вашу рабыню? — Горничную. — Устя. — Устя! — диким голосом заорал Берегов, приоткрыв дверь. — Пойди сюда, Устя. — Здравствуй, Устя. — Какая ты красавица, Устя. Пошлет же Господь. — Устя, сходи и немедленно же приведи парикмахера. — Постойте, — привскочил Кашицын. — Зачем парикмахера? — Ну, можно ли быть таким недогадливым? — Послушайте, Берегов, — зашептал Кашицын, склонив к своему рту ухо Берегова. — Лучше не надо парикмахера. — Почему? — Да так. Он тут еще что-нибудь разобьет, беспорядок наделает. — Тут? Вот тут? В этой комнате? — Кашицын. Не надо вилять. В чем дело? — Ну, дело в том, что ведь ему рублей пять платить надо, а у меня... — Пять? Да рубль его обеспечат на все праздники. — Да дело в том, что... — Ну, у меня и рубля нет. Он упал на подушку и стыдливо зарылся в нее головой. — Устя, у тебя поразительный цвет лица и вообще фигура... — Сходи за парикмахером. — Да черт с ним! — слабо запротестовал Кашицын, выглядывая из-за угла подушки. Берегов пожал плечами и, молчаливо подойдя к окну, открыл обе форточки. — Ой, холодно, — забопил хозяин. — Да что вы говорите, вот не подозревал. — А помните, я в мае открывал эту же форточку, и тогда не было холодно? — Вы помните май, Кашицын? — Помните, я у вас был в гостях, это было семь месяцев тому назад. — Помните, вы тогда пришли домой возбужденно и стали выбрасывать изо всех карманов деньги? — Тысячу рублей, еще тысячу, пачку в пять тысяч, еще такую же пачку. Что-то, помнится, мне всего было около пятнадцати тысяч. — Да, около этого, — прогудел в подушку хозяин. — Помнится, тогда же вы послали Устью за каким-то особенным портным и заказали ему всякой чепухи тысяч на полторы. Вы позвонили в экипажное заведение и наняли себе месячный экипаж. Вы... — Да я все помню, — перебил хозяин с легким нетерпением. — Теперь, если бы у меня была одна десятая сотая этих денег, я бы уже не был таким дураком. — Это меня радует, — сказал Берегов, глядя на него загадочными глазами. — Вы сделались мудры. — А вот и парикмахер. — Устья, умыться барину. — Чистую сорочку, Устья. — Такая красивая женщина, как вы, не может не быть доброй. — О, не смейтесь так увлекательно, а закройте лучше форточку. — Так, теперь эту скатерть со всем, что на ней, к черту. — Пока барина бреют, принесите свежую, накройте стол, перемените наволочки, перемирите постель и затопите печь. Когда барина постригут и побреют, подметите пол, сотрите со всего пыль и наладьте нам самоварчик. — Устья, да что вы в самом деле делаете, что у вас такой чудесный цвет лица? — Ничего. — Поразительно. — Ну, действуйте. Когда Устья, сметая со стола, взялась за знаменитый огрызок колбасы, напоминающий заднюю часть крысы, Кашицын поглядел на происходящее испуганными глазами и уже раскрыл рот с целью протеста, но парикмахер пригрозил. — Не шевелитесь, а то обрежу. Через полчаса чистенький, умытый и переодетый Кашицын сидел за самоваром против Берегова, Жадно прихлебывал горячий чай и в одной из пауз, окинув взглядом комнату, засмеялся и сказал — О, действительно, точно, праздник. — Чего вы молчите? — А уж не знаю, — усмехнулся Берегов. — Кается мне перед вами или нет? Духу не хватает. — О, в чем же кается? — Скажите, у вас сейчас денег совсем нет? — Есть. Четыре копейки. — А какая сумма вас устроила бы? — Да мне бы рубликов двести. Прожил бы я скромно праздники, а после крещения приискал бы и место. Господи, ведь я три языка знаю, коммерческую корреспонденцию могу вести. Уж не такое же я чудовище в самом деле. — Двести рублей, — задумчиво повторил Берегов. — У вас я не возьму, — сказал, нахмурившись Кашицын. — Я знаю, вы живете в обрез. — В обрез? — усмехнулся Берегов. — А вы знаете, я вас обокрал. — Что? — Скажите, вы хорошо помните последнее наше свидание в этой комнате? — В мае? — Помню. — Вы пришли тогда от нотариуса с этим дурацким наследством. И деньги, как я уже говорил, торчали у вас нелепо, не по-деловому, изо всех карманов. Помните? Кашицын усмехнулся. — Теперь, если у вас память хорошая, вы должны припомнить и следующее. Сняв пальто, вы стали выгружать деньги. Часть бросили на комод, тысяч десять сунули в комод, пачку положили в боковой карман, а, кроме того, у вас было всюду понатыкано и в жилетных карманах, и в брючных. И вы даже не заметили, как из жилетного кармана упала на пол двадцатипятирублевая бумажка. Я ее поднял, конечно. — Теперь, помните, когда я уходил, я вам передавал что-нибудь? — Да-да, кажется, помню, запечатанный конверт, и просили запереть в шкатулку до вашего востребования. — Верно. — Так слушайте, когда вы пошли к телефону на счет месячного экипажа и оставили меня одного, я открыл ящик комода, вынул из ящика одну пятисотрублевку, приложил к ней поднятые на полу и, запечатав в конверт, передал вам. — Изумленный хозяин привстал с места. — А зачем же вы это сделали? — Из симпатии к вам. Я ведь видел, что при вашем отношении к деньгам их вам надолго не хватит, и был уверен, что пересчитывать вы не будете. Теперь-то вы, кажется, исправились. — Да ведь конверт этот до сих пор в шкатулке валяется, — ахнул хозяин. — Ну вот и пользуйтесь краденым, — усмехнулся Берегов. — Георгий Иванович, милый, да ведь это что ж такое? Ведь я спасен, я возрожден. Где этот конверт? Вот, глядите, вот он. Одна бумажка и другая. Пятьсот двадцать пять рублей. — Ну, я вас нынче так не отпущу, нет, мы встретим праздничек. Устя, Устя, пойди к хозяйке и заплати ей за месяц. — За два, красавица, — крикнул Берегов. — Что? А, ну да, за два так за два. Деньжищ-то все равно уйма. Потом, Устя, сходи к Сидорову, купи там ты вот чего. — Хм, окорок ветчины, телятинки купи, икорки павесной, впрочем, можно и свежей, ну, сардин, колбасы, конечно, фруктов. Да постой, вот тебе записочка с адресом. По этой записке дадут тебе вина красного и белого. Да и что уж там толковать, возьми парочку шипучего. Хозяин совсем оживился. Он чуть не прыгал на месте, потирал руки, причмокивал, смеялся, и глаза его блистали, как алмазы. Подперши голову руками, молча сидел Берегов и глядел, глядел на хозяина, не сводя глаз. Весь стол был уставлен бутылками, стаканами и тарелками с закуской. Хозяин смеялся, подмигивал и трепал приятеля по плечу. Вот это праздник, вот это я понимаю, комната чистенькая, свежая, всего вдоволь. И вдруг вскочил хозяин, как ужаленный. Что с вами, испугался Берегов? Вспомнил. Скажите, магазины еще не заперты? Да нет, нынче до одиннадцати. Ну, слава богу, чуть не забыл, ведь у меня нет ни капли, ни одеколонну, ни духов. Да, это, конечно, большой удар. Смейтесь, смейтесь, а я все-таки пойду сейчас и позвоню по телефону, чтобы прислали. Он резво выскочил из комнаты. Оставшись один, Берегов разгладил усы, подошел к комоду, на котором лежала принесенная усть из дачи, вынул из кучи скомканных бумажек пятьдесят рублей, открыл крышку шкатулки и всунул деньги в пачку каких-то старых пожелтевших писем. Когда хозяин вернулся, Берегов сидел у стола, задумчиво прихлебывая из бокала вино. — Кашицын, — сказал он, улыбаясь печально и ласково, — а не поступите ли вы с этими деньгами так, как с теми пятнадцатью тысячами? — Да что вы, что вы! — кричал Кашицын, заливаясь смехом. — Нет уж, знаете, я, спасибо, поумнел с тех пор. Да, кстати, какая удача, в том магазине, где одеколон, оказались и английские галстуки. Я велел себе прислать штучки три. Ну, все-таки, как-никак, такой праздник, как вы думаете? — Месяца через полтора я к вам зайду, — уклончиво ответил Берегов. Лошадиное средство Вот сигара, вот спички, вот вино. Курите, пейте и слушайте. Инженер Берегов сказал, — Ваш торжественный вид и тон меня пугают. Зачем вам вздумалось поднять меня с постели в час ночи и притащить к себе? Что случилось? Похоже, будто вы собираетесь делать предсмертное завещание. — Берегов, знаете, зачем я вас позвал ночью к себе? Потому что вы человек без предрассудков. — Ну, это верно. — И что вы серьезно можете отнестись к тому, что вам серьезно скажут. — Ну, и это верно. — И вы не будете хныкать и плакать, а примете всякое известие как мужчина. — И это верно. — Ну, так вот, милый, спокойный, рассудительный Берегов, я решил умереть. — Хм... — Вы, кажется, сказали... — Хм... — Это что, возражение? — Да нет, так просто. Это громкое выражение тихого размышления. — А каким образом вы размышляете? — Ну, думаю, я сейчас так. Вот человек, который, очевидно, твердо решил покончить счеты с жизнью. Отговаривать его было бы смешно, глупо и бесполезно. — О, Берегов, как вы все понимаете и как с вами легко! — воскликнул хозяин, пожимая руку невозмутимого гостя. — Вы сразу учуяли всю железную решимость мою, всю невозвратность. — Еще бы, это сразу видно. Теперь выкладывайте, что вам нужно от меня. — Помнится, вы говорили мне, что у вас есть яд, купленный вами у спившегося фармацевта, и будто яд этот убивает быстро и без боли. — Есть, верно. — И вы могли бы дать мне его? — Да, отчего же. — Вы истинный друг Берегов. — Ну, можете завтра утром прислать? — Могу. — Теперь все? — Все. Но вы все-таки удивительный человек, поразительный. Другой бы пытался уговаривать, просил бы, хныкал. Берегов пронзительно взглянул на хозяина. — А может быть, вы хотели бы в глубине души, чтобы я вас отговорил? — Боже, сохрани вас. Что решено, то решено. Поглядите в мои глаза. Видите, можно отговорить такого человека? — Нет, не стоит и пытаться. — Спасибо, Берегов. Берегов закурил сигару, откинувшись на спинку дивана. Взглянул перед собой. Промямлил. — А чудесная картина у вас эта, Куинджи? — Да, я ее очень любил. Надо будет захватить ее с собою, когда пойду домой. — Как захватить? — Да так, возьму. Ведь у вас наследников нет? — Нет, — усмехнулся хозяин. — Вымороченное наследство. — Ну, вот я и возьму. Можно? — Берите. — Ну, что она мне, если завтра утром я уже буду куском мертвой говядины? — Ну, конечно. Я и письменный прибор возьму. Хотя у меня комнатка не ахти какая, а все-таки прибор пусть себе красуется. — Это яшма? — Яшма. — Возьму. — Хорошие сигары. — А позвольте их. Я возьму всю коробку, а вам до утра оставлю штук пять. Хватит? Хозяин бледно улыбнулся. — С избытком. — Спасибо. Кстати, уж и портсигар возьму. Благо монограммы наши сходятся. Вы Белевич, а я Берегов. — Позвольте. Портсигар — это для меня память. — Ну, так что же? В гроб же с собой не положите. — Ну, так-то оно так. Но это ведь золотой портсигар. Четыреста рублей стоит. — Гарно, как говорят хохлы. — Помолчали. — А я-то как думаете принять? — с любопытством спросил Берегов. — Лежа в постели или так, сидя за столом? — Бог знает, какие вы вопросы задаете, — недовольно заметил Белевич. — Будто вам не все равно. — Действительно, — заметил Берегов. — К чему-то я спросил? — А так просто. Язык повернулся. — А вы знаете, как его принимать? — Кого? — Яд. — Нет. — А разве есть особый способ? — Да. Наименьше мучений. Разбавить на две трети водой и выпить залпом. Сейчас же свалитесь, как подкошенный. — Спасибо. — Не стоит. — Может быть, поговорим о чем-нибудь другом? — Да неужели вам так неприятно? А, по-моему, если уж решили, так все равно. Берегов посидел, покурил, потом встал и неторопливо запустил руку в боковой карман хозяина. — Что это вы? — А? Деньги. Хочу поглядеть, много ли у вас денег. — Какой вы странный. Для чего вам это? — Ну, взять их хочу. — Так не сейчас же, господи. — Вы нервничаете, это плохо. — Почему не сейчас? Ведь вам до завтра ничего не понадобится. — Сколько здесь? — Восемсот. — Смачно, как говорят хохлы. — Кольцо дайте тоже. Все равно завтра сторож анатомического театра свистнет. Лучше уж мне. — Послушайте, Берегов, меня немного удивляет ваше, ваше хладнокровие и простота, с которой вы. — Ну вот, да, ведь я сам же бы схищался, что я человек без предрассудков, а теперь ему восьмисот рублей жалко. — Да мне не жалко, а только неприятно. — Ну, хорошо, не буду, не буду. О чем же с вами говорить? А, вот на будущей неделе премьера в опере. Ну, вам это уже не интересно. — Почему не интересно? — Да ведь завтра утром скопуститесь, как говорят хохлы. Чего же вам? — Вы циник, Берегов. — Не был бы циником, не получили бы от меня яду. А то ведь я такой человек. Дай, на, вот я какой человек. — Да довольна вам об этом яде. — Спокойно, спокойно, не надо нервничать. Поговорим о другом. — Хорошая у вас квартирка. Сколько платите? — Полтораста. — По третям? — Нет, по полугодиям. — Давно платили? — В прошлом месяце. Я вперед плачу. — Белевич, идея! Ведь я, несчастный сирый бобыль, могу устроиться, как князь. Передайте мне контракт. Я поселюсь в этой квартирке. — Пожалуйста, — кисло сказал хозяин. — Вот спасибо. Чудесно заживу. Кабинет я так и оставлю. Гостиную сдам кому-нибудь. А из этой пустой комнатки устрою чудо какой уголок. Вот те атаманки поставлю углом. Тут у меня будет тумба. Подвиньтесь. Всюду разбросаю подушки. Отойдите. А под ноги перетащу вашего белого медведя. — А вы и с обстановкой хотите взять мою квартиру? Ну, а как же? Ведь не всунуть же ее вам в гроб. — Ведь это что за жизнь будет? Ведь у вас библиотека, сердце радуется, до тысячи книг будет. Около полутора тысяч. — Чудесно. Буду валяться на атаманке, читать дюма или там Чехова, что ли, потягивать венцо. Да, кстати, погреб-то у вас в порядке? — Шампанского мало. А так красного, модера старого, венгерского штук восемьсот наберется. — Белевич, милый, я вас расцеловать готов за все, что вы для меня делаете. Получаю квартиру, дешевенький погреб, библиотеку и за что? За бутылочку беловатой жидкости. — Хорошо. — Только теперь вы оставьте меня. Угрюмо, глядя куда-то вбок, пробормотал хозяин. — Ну, конечно, конечно. Только последняя просьба. Сядьте вот сюда за мой письменный столик и пишите. За проданную инженеру Берегову мою квартирную обстановку и переданный контракт семь тысяч получено наличными. Поняли? Это чтобы придирок не было. — Мне противна ваша деловитость в такие минуты. — Чудак вы. Вам-то хорошо. Выпили флакончик и готово. А у меня-то вся жизнь впереди. Надо же устраиваться. Это персидский ковер? — Персидский. — Приятно. Только вы знаете что? Я ведь точно не знаю действия своей этой микстуры. Вдруг с вами перед смертью рвота случится? — Ну, ковер мне можете испортить. Послушайте, Беревич, голубчик, что я вас попрошу? Ну, не делайте такого лица. Вам ведь все равно. — Что вам еще от меня надо? — Травитесь не дома, хорошо? Ну, ей же богу, вам безразлично, а мне меньше хлопот. Подумайте, как будет мило. На одном конце города поднимают мертвого человека-белевича, продавшего свою квартиру и всякие земные благо, инженеру Берегову. На другом конце города инженер Берегов входит в чистенькую, уютненькую квартирку и начинает в ней жить, как король. Инженер лежит на теплой оттаманочке, читает дюма, курит сигару. Мертвого человека поднимают и везут в покойницкую. — Дьяволу покойницкие! — вскричал скрижища зубами и, утирая мокрый лоб, Белевич. — Я умру дома! — Да ведь в покойницкую все равно стащат. Раз самоубийца, резать должны. Что, дескати как? — Що воно таке, как говорят хохлы. — Да разве вам не все равно? Я буду в вашей квартирке пить ваше вино, спать на вашей мягкой постели, любоваться вашими картинами, а вы, голый, с номером на ноге, будете лежать в сырой мертвецкой, около зеленого от времени мальчишки с отрезанной головой и ободранного безымянного пьяницы, сдохшего от белой горячки. — Ведь вам уже будет все равно. — У вас красивое тело, широкая грудь и мускулистые руки, но вам, мертвому синему, будет уже это все равно. К вам на квартиру по инерции забежит одна из ваших дам, и, быть может, я уговорю ее остаться со мной. Но ведь вам-то уже будет все равно. — Вы не смеете этого делать. — Ну, ведь это капризы, ведь вам-то уже будет все равно. — Не все равно мне это, чтоб вас, черти, побрали, — истерически закричал хозяин. — Вы не смеете меня грабить, вы не смеете считать деньги в моем бумажнике и... и... — Однако, если вы решили отравиться... — Не смейте мне этого говорить. Я решил умереть, я же могу решить и остаться живым. Никому я не обязан давать отчета. — А-а-а, вы уже распределили мою квартиру по-своему, переставили мебель, пересчитали мои деньги. Так вот же вам, не надо мне вашего яда, я буду жить. А вы, вы уходите отсюда, сидю же минуту, слышите? — Была черная, глухая ночь. Фонари в этой части города почти не горели, и Берегову приходилось то и дело отыскивать увязшие в лужах липкой глины калоши. Падал резкий холодный дождик, будто небо отплевывалось, съев что-то невкусное. Несмотря на это, Берегов шагал по грязи довольно бодро, и только раз, остановившись, чтобы извлечь из расщелины деревянного тротуара калошу, засмеялся и сказал вслух. — Экай дьявол! Первый раз вижу такого больного, который спускает с лестницы врача, спасшего его от смерти.